Россия в правлении царя Ивана Васильевича Грозного. Узнаем, когда Россия стала царством, как началось о своей Сибири. Постараемся осознать, какую роль в развитии культуры России сыграла книга «Печатание». Вспомни, что тебе известно о книжном деле на Руси. Царь Иван Васильевич Грозный. В XVI столетии с 1533 года по 1584 год правил в России внук Ивана III. Звали его, как и деда, Иваном Васильевичем. Лютый скор на расправу был Иван IV, чем и заслужил прозвище Грозного. Иван IV стал первым в истории России царем. Это важное событие венчания на царство произошло в 1547 году в Успенском соборе Московского Кремля. При Иване IV состоялся Первый Земский собор, то есть собрание представителей от всей земли. На нем царь советовался с боярами, руководителями церкви, дворянами по всем важнейшим государственным делам. Позднее в земских соборах стали участвовать представители купцов, торговцев, ремесленников, а также крестьян, живших на государственных землях. Царь Иван Васильевич присоединил к России Казанское Астраханское ханство, башкирские земли. На новых территориях возникли города Чебоксары, Самары, Саратов, царица Нуфа, Астрахань. В состав многонационального российского государства вошли поволжские народы – татары, чуваши, морейцы, мордва, некоторые башкирские племена. Мастера печатных дел. По повелению царя Ивана Грозного в Москве была открыта типография. В России были мастера, знавшие толк в печатном деле. Таковы были Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец. Первенцем типографии Ивана Федорова стала книга «Апостол». Известно, что печатные книги в Москве выходили раньше, но только про «Апостол» мы точно знаем, что начали печатать книгу 19 апреля 1563 года, а закончили 1 марта 1564 года. Поэтому эта книга считается первой печатной русской книгой, а мастера, создавшие ее, по праву носят имена первопечатников. И сегодня мы можем любоваться искусной работой Ивана Федорова и его помощников. Книга заключена в тяжелый переплет из досок, обтянутых кожей. Поражают четкий шрифт, красивые заставки в виде трав и веток, кедровых шишек и виноградных листьев. В книге нет ни одной опечатки. Иван Федоров напечатал первый русский букварь. В Москве, неподалеку от места расположения первой типографии, установлен памятник Ивану Федорову. Здравствуй, Сибирь! Многие народы населяли Сибирь, богатый и обширный край. Эвены были охотниками и рыболовами. Якута разводили лошадей, а также занимались охотой и рыбной ловлей. На юге Восточной Сибири жили буряты, кочевники-скотоводы. В последние годы царство Нивана Грозного позже, в конце XVI века, потянулись в Сибирь русские люди. В то время за Уралом раскинулось сибирское ханство. Его правителем был хан Кучум. Беспокойные соседи часто тревожили набегами русские поселения. Купцы Строгановы позвали к себе на службу отряд вольных людей, казаков, во главе с атаманом Ермаком Тимофеевичем. В сражении русские удальцы разгромили войско Кучума. На новые земли в Сибирь двинулись переселенцы. За полвека землепроходцы, так называют покорителей новых земель, проложили дорогу от Урала до Тихого океана. В состав страны вошли огромные территории. Трудом предков всех народов Сибири освоен этот край. Обсудим. Сравните современные старопечатные книги. Как повлияло появление печатных книг в России на развитие просвещения культуры. Проверь себя, кто был первым русским царем, когда Россия стала царством. Что такое земский собор? Расскажи об Иване Федорове и его типографии, включив в свой рассказ описание и иллюстрацию учебника. По карте проследи основания городов в Сибири. Какие города были основаны раньше, какие позже. В XVI веке при Иване Грозном Россия стала царством. В 1564 году Иваном Федоровым была издана первая русская печатная книга. Печатное дело помогло распространению, просвещению, развитию культуры в России. Страна расширила свою территорию. Большое значение имело присоединение Сибири. Задание для домашней работы на выбор. Запиши в словарик «Царь книгопечатания первопечатники». С помощью дополнительной литературы и интернета подготовь сообщение об основании одного из городов Сибири по своему выбору.